Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Джугал Буртил, я гражданин Непала. Мы хотим проинформировать вас о сложившейся ситуации между Индией и Непалом вокруг спорных территорий, включающих в себя область от Олимпиадура до Калапани, располагающихся на северо-западной границе Непала с Индией и Китаем, а также область Суста на южной границе Непала с Индией. 8 мая этого года Индия торжественно открыла ключевую дорогу, ведущую в Мансаровар, Китай, через горный перевал Липу-Лех, что послужило очередным обострением отношений между Непалом и Индией. Конфликт возникал и ранее, когда в ноябре прошлого года Индия выпустила новые политические карты из страны, в которых эти регионы были включены в состав Индии. Также в 2015 году, непосредственно после сильнейшего землетрясения в Непале, Китай и Индия соглашились с шабершат торговлей и паломничеством через перевал Липу-Лех. В ответ на эти противоправные действия со стороны Индии, Непал направлял дипломатические ноты правительству Индии в 2015, 2019 и 2020 годах, а также правительству Китая в 2015 году. Причиной возникновения данной спорной территории на северо-жападной границе Непала с Индией явилось Сугаулийское соглашение, заключение между Ост-Индийской компанией и правительством Непала в 1816 году, по которому река Кали, берущая начало в Лимпиадуре, является границей между двумя странами. Позитие непальского правительства в точности совпадает с содержанием соглашения, тогда как Индия заявляет, что река Кали располагается 16 километров к востоку от Лимпиадуры. До этой причины Индия незаконно вторгается на эту землю и удерживает 372 квадратных километров территории Непала в данном районе с 1962 года и дополнительные 145 квадратных километров территории Непала в Сусте. Правительство Индии признало вопросы, поднятые Непалом в разные годы и согласились на переговоры. Однако комиссия, сформированная Министерством иностранных дел двух стран в 2014 году, так и не была создана и по настоящему моменту. На этих основаниях мы декларируем, что страна, публикающая карты, выключаются в свой состав спорные территории и строящие дороги на спорных территориях нарушают статью 2 и 4 Устава Организации Объединенных Натчей. Мы настоятельно просим Индии подчиниться Уставу ООН и разрешить диспут о спорных территориях через дипломатические переговоры. Эти регионы принадлежат Непалу и у нас есть законные основания и исторические доказательства. Мы высоко ценим вашу поддержку в наших поисках долговечного и мирного урегулирования данного конфликта с Индией. Спасибо вам большое.